Добрый день, Христос Воскресе! Мы сегодня с вами завершаем такую первую часть. Возможно, у нас будет продолжение в сентябре. Ну, соответственно, первую часть наших встреч мы сегодня... Наших встреч тематических мы завершаем. В четверг мы дочитаем Иван Далятмарко, а сегодня мы пытаемся договорить до второго пришествия. Итак, я тут немножечко хотел вас помучить вопросами, а потом понял, что я уже спойлер дал. Ну, собственно, мы с вами в прошлый раз говорили о таинстве Евхаристии, даже позапрошлой читали последования литургии. Сегодня мы будем с вами говорить про остальные таинства, которые есть в церкви. Ну и вот для начала я хотел вас попросить расположить их в хронологическом порядке. Как вам кажется, какое таинство должно идти первым в жизни человека, кое вторым, а кое третьим. Ну, как бы я ожидал, что я вас подловлю на то, что вы назовете первым крещение, но презентация уже открыта по другому таинству. Объясню, почему порядок именно таков. Мы с вами будем говорить, соответственно, про оставшиеся шесть таинств. Про покаяние, про крещение, про миропомазание, про брак, про священство и про елеосвящение или соборование простым языком. Покаяние в нашем разговоре будет идти именно первым, потому что исторически именно оно воспринималось как первое таинство в жизни человека. И, в принципе, это неудивительно, если мы вспомним, что в ранней церкви крестились в основном во взрослом возрасте. Получается, что прежде чем человек должен был войти в церковь, он должен был осознать, ну, как бы, что было в его жизни так, осознать, где он был неправ, и поэтому покаяние, оно предваряло крещение, и лишь после покаяния уже шло крещение. Соответственно, начнем мы с вами разговор именно с таинства покаяния. А, да, я забыл, что я переключаю только у себя. Наверное, более-менее уже знакомая вам мысль о том, что слово покаяние по-гречески звучит как метаноя, переводится как сожаление, раскаяние. И состоит это слово из двух частей приставки мета, обозначающие некое изменение, метаморфоза, да, изменение формы, и ноос, нус, мысль, ум, мнение. Соответственно, суть этого слова – это некое изменение образа мыслей, изменение ума, изменение мнения. Следующий слайд. Как вы думаете, в чем разница между покаянием и исповедью, пока не глядя нас на доску? Я думала, это одно и то же. Вот, да, видите. Мне кажется, что исповедь – это то, что вот ты, как говорится, выговорил, выговорил, да, потом пошел и опять стал продолжать. А покаяние, если ты выговорил, ну вот пошел, ну хоть на третью часть от того, что ты выговорил, ты перестал. Ну вот да, в определенной мере вы близки. Но если мы говорим про вот соотношение этих слов, то мы можем сказать, что покаяние – это по сути своей нечто внутреннее. Это то, что, ну, происходит, бывает с каждым человеком, когда мы что-то делали-делали и вдруг понимаем, что мы были неправы. Мы раскаиваемся внутренне. Но дальше, соответственно, за этим у нас идет что? Мы подходим к этому человеку, например, и говорим, прости меня, я был неправ, я перед тобой извиняюсь. И в определенной мере это исповедь. Ну, само слово говорит нам, да, что это исповедовать. То, что внутри меня, я выдаю наружу, поведаю наружу. Соответственно, покаяние, исповедь – это, ну, условно говоря, внешняя форма, внешняя оболочка покаяния того, что происходит внутри. Внешнее признание какого-то своего греха или своей ошибки. То есть, опять же, да, например, если представить себе нашу жизнь и наши действия в качестве пути, то вот мы идем, да, вдруг понимаем, что шли не туда, и дальше мы как бы разворачиваемся и идем в другую сторону. У нас произошло покаяние, и мы своими действиями подтвердили его результат. Что касается церковных, церковного восприятия, то то же самое мы имеем и в храмах. Покаяние, по сути своей, это не то, что человек подходит под Епитрахиль и называет священнику свои грехи. Покаяние – это то, что происходит до этого, в процессе этого, после этого. И не случайно некоторые святые отцы говорят о том, что признак истинного покаяния – окончательное прекращение греха. И логично, что, правда, здесь стоит различать, да, грех как грехи серьезные и грехи, как некое наследие нашей падшести. Условно, избавиться от раздражения мы, скорее всего, никогда не сможем, потому что это просто естественная часть нашей природы. Ну, естественная часть нашей падшей природы. Мы можем лишь минимизировать его, хотя, может быть, кто-то и может избавиться окончательно, но в целом это практически из области редких случаев. Но избавиться от воровства, избавиться от, там, не знаю, блуда, избавиться от убийств, от каких-то таких серьезных вещей человек может. И поэтому, естественно, да, что признаком истинного покаяния будет то, что человек прекратит это делать. Потому что если он назвал, что он был неправ, а потом снова пошел воровать, не знаю, исповедоваться в том, что он укрывается от налогов, потом снова пошел укрываться от налогов. Ну, какое это покаяние? Это исповедь, по сути, без внутреннего какого-то изменения. И таинством покаяния в широком смысле это назвать едва ли получится. Следующий слайд. Покаяние в учении Христа. Мы с вами читали в Евангелии от Марка. Христос, когда выходит на проповедь, говорит о том, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Мы с вами разбирали достаточно подробно эту фразу и говорили о том, что в этом контексте, ну, у нас очень часто любят этот статус несколько спекулировать, говоря о том, что вот смотрите, Христос с самого начала призывал к покаянию, поэтому идите все исповедуйтесь. Но, конечно, здесь Христос говорит про покаяние вот в этом греческом смысле. Измените свой образ мысли, измените свое мышление. Поверьте в то, что Мессия пришел на землю и Царство Божие уже рядом с вами, что вы не должны его искать там в будущем, в прошлом. Вы здесь уже можете обладать полнотой жизни при близости к Богу. И вот в этом смысле, приняв это, это и будет вашим покаянием, вашим изменением образа мысли. И именно в этом смысле, да, покаяние это первый шаг на пути следования за Христом. Когда мы понимаем, что наши попытки найти что-то там, какой-то золотой век, наши попытки жить в этом мире без Бога, они пусты, они не приносят нам полноты жизни. И мы говорим, что да, мы верим Христу, мы хотим идти за Ним, и в этом смысле внутри нас происходит покаяние, обращение к учению Христа, ко Христу. Следующий слайд. Когда мы говорим о покаянии в дальнейшей жизни Церкви, то здесь стоит выделить две практики, которые нам сейчас с вами помогут дальше в разговоре уже о современности. Во-первых, в Древней Церкви существовало покаяние в тяжелых грехах, а во-вторых, покаяние в повседневных прегрешениях. И это разные вещи. Покаяние в тяжелых грехах в Древней Церкви существовало не с самого раннего этапа, мы сейчас дальше поговорим об этом. Самое раннее христианство считало, что покаяние в этих грехах в принципе невозможно. Потому что человек, взрослый человек обратился ко Христу и вдруг убивает кого-то. Ну, очевидно, что он от Христа отвернулся и осознанно предал его. Никакого прощения быть ему не можно, может быть, Бог его и простит, но в Церковь он не вернется. Блуд, то же самое, да, отречение от веры, то же самое. Покаяние в повседневных же прегрешениях, ну, по сути, все остальное, оно было возможным. И оно осуществлялось зачастую перед всей общиной и не требовало никакого разрешения со стороны священника. То есть человек просто мог, допустим, на собрание общины озвучить, что вот от того-то и того-то я страдаю, в том-то и том-то был неправ, там, прости меня, Господи, ну, и, собственно, все. Прощаю и разрешаю, в этом смысле не требовалось, потому что человек остановит свою неправоту, он Богу покаялся, этого достаточно. Следующий слайд, да, покаяние в тяжелых грехах, как развивалась эта практика? Вообще, почему мы говорим про две этих разных практики? Потому что в нашей нынешней практике эти две вещи слились, и мы сейчас увидим, каким образом. Апостол Ерм, к примеру, во втором веке допускает однократное покаяние в тяжелых грехах, уже допускает, да. Говоря о том, что, кстати, откуда мы знаем, что покаяние в тяжелых грехах не существовало, послание к евреям, там говорится о том, что покаяние после крещения в этом смысле недопустимо. И еще какие-то есть источники, сейчас сходу не вспомню. Однократное покаяние в тяжелых грехах все-таки возможно, говорит во втором веке апостол Ерм. Для рабов Божиих покаяние положено одно. Тертулиан также допускает одно покаяние после крещения. И в третьем веке Папа Калист в Риме I вносит изменения в древнюю практику относительно трех смертных грехов. Он высказался, что прелюбодеяние после соответствующего покаяния не может служить препятствием для возвращения в церковную общину. То есть развивается представление о том, что даже если человек покаялся, последовал за Христом и все равно как-то тяжко согрешил, он покаявшись может вернуться. И отсюда рождается мысль, которую все вы наверняка слышали. О том, что покаяние это второе крещение. Первое крещение вводит человека в церковь. А покаяние после тяжелого греха, тяжелый грех отлучает человека от церкви настолько, что он как бы из нее выходит. И через покаяние он может как бы обновить свое благодать крещение. Но естественно не каждую неделю, естественно не десять раз и не сто раз своей жизни, а максимум один раз. Отсюда рождается эта мысль. Два слайда. Пролесни, пожалуйста. Вот покаяние второе крещение и следующий слайд покаяние в повседневных грехах. Скорее всего оно существовало в древности как всеобщее перед лицом общины. К третьему веку мы уже знаем о случаях частной исповеди. Мефодий Потарский пишет, что необходимо регулярно показывать душевную проказу иереям. Но скорее всего это происходило в формате, условно говоря, беседы о том, с чем мы не можем справиться, что в нас нас же самих там раздражает, что нам не нравится, что мы считаем грехом. И священник выслушивал это, давал какой-то совет. И кстати говоря, сегодня на исповедях зачастую люди приходят с желанием поговорить со священником, с желанием выслушать в него какой-то совет, а не просто назвать грехи. И это не случайно, потому что у нас практически вся исповедь она вот из этой практики, из практики исповедания повседневных грехов. Все-таки если люди ходят в храм, то они, слава богу, редко убивают, живут в блуде или отрекаются от веры. Соответственно, это некое общение и пастырский совет. Следующий слайд. Четвертый век, когда происходит больше всего различных изменений, характерна для этого периода попытка отрегулировать покаянную дисциплину и формируется несколько чинов кающихся с различными сроками перехода из одного в другой, в зависимости опять же от тяжести греха, который соделал человек. Он мог, соответственно, отлучаться полностью и дальше постепенно возвращался в церковь. Решение о переводе из чина в чин было отдано епископам. Но при этом параллельно в этом же четвертом веке возникает и развивается монашество. А для монашества характерна практика еще большего повседневного исповедания грехов, когда каждый день практически ученик учителя приходит к нему и рассказывает, вот сегодня у меня было то-то, мысли такие-то. И они вместе разбирают, смотрят на то, почему это было. То есть такая работа над собой, которая опять же не требовала отпущения грехов, а требовала именно вдумчивого анализа себя. Со временем кающиеся исчезают. Следующий слайд, да. Со временем... Следующий слайд можно? Со временем к 5-6 веку вот эти вот группы кающихся как отдельной дисциплины исчезают. И уже в 7 веке Аков Эдесский говорит о том, что практика публичного покаяния тоже выходит из практики. Выходит из обихода, да. У нас получается, что мы постепенно продвигаемся к тому покаянию, которое мы знаем сегодня. Потому что общей исповеди уже нет. Общей в смысле перед всеми. Не в смысле, когда священник говорит за всех, а когда человек перед всеми. И строгого отлучения за какие-то грехи оно, наверное, еще есть. Но уже вот каких-то чинов возвращения их тоже не существует. Поэтому отмирают постепенно и богослужебные элементы с этим связанные. Ну и... Дальше. Следующий слайд. В 8-15 веках в монастырях формируется эта практика, которую я упомянул, обязательно еженедельная исповедь у игумена. Для мирян в этот период исповедь монашеского типа добровольна. И в этот же период формируется молитвословие на исповеди, в которых священник просит у Бога прощения грехов кающегося. То есть мы видим, что практика еженедельной исповеди формируется в монастырях, где есть тесные взаимоотношения между игуменом и монахами. Миряне в этот период чаще исповедуются, если только в каких-то серьезных грехах. И молитвы, которые мы сегодня слышим перед таинством исповеди, покаяния, они формируются приблизительно в этот период, когда исповедь монашеская. Но помните, я говорил о слиянии, соединении двух чинов. Мы в молитвах слышим по сути своей, с одной стороны, мысли о возвращении человека в церковь, вторым крещением, крещающийся по таинству христианскому. Мы видим на аналое перед нами крест и Евангелие, которые мы после того, как исповедуюсь, целуем. Это знак того, что мы возвращаемся в церковь. Мы снова целуем крест, снова целуем Евангелие, как основные символы веры. Там читается на исповеди символ веры, который тоже читается на крещении в том числе. Но при этом сама суть исповеди обычно у нас такая чисто повседневная, каких-то бытовых грехах, которые не отлучают от церкви так, как отлучают серьезные грехи. И лишь где-то в 16 и позже веках постепенно вот эта формулировка, когда священник сначала просит у Бога прощения грехов кающегося, меняется на формулировку, что священник прощает и разрешает грехи. Потому что во всех других формулировках таинств священник говорит о том, что крещается раб Божий, причащается раб Божий. И в древности было именно, что священник свидетельствует о том, что грехи прощаются и разрешаются, но не сам прощает и разрешает. Это что касается у нас внешнего, исторической части. Дальше давайте в общем и целом, я думаю, что слайды можно пока не перелистывать, там немножко в другую сторону они уходят. Суммируем, в чем суть всего, о чем мы поговорили. В нашей нынешней практике мы имеем дело с исповедью, которая требуется достаточно часто. Но при этом молитвы на ней и сам ее формат, они от чина исповеди, которая требовалась редко при наличии тяжелых грехов. Потому что, помните, исповедь, которая требуется часто, это совет, это подробный рассказ, это некий внутренний анализ и наличие близких отношений между тем, кто слушает и тем, кого слушают. Потому что, если священник, если там игумен, да, он живет такой же жизнью, как и монах, которому он исповедуется, который исповедуется ему, то он хорошо понимает, что там все обстоятельства его жизни. Он может что-то посоветовать, он может что-то куда-то направить. А если же, допустим, человек убил, ему не обязательно рассказывать подробности, он пришел, сказал, что я убил, я хочу измениться и священнику достаточно сказать. Вот тебе и пить имя, ты там 44 года не причащайся и ходи в храм только на литургию оглашенно. Все, достаточно, иди. Соответственно, у нас получается, что простое называние грехов присоединилось к еженедельной исповеди. И отсюда, в общем-то, и все проблемы, которые возникают у людей, которые регулярно пытаются исповедоваться. Потому что наверняка, если вы общались с людьми, которые исповедуются, если вы сами регулярно исповедуете, вы понимаете, что каждый раз вы приходите абсолютно с одним и тем же списком, где там меняются какие-то детали, какие-то нюансы, и каждый раз вам говорят, что вы вторым крещением крещаетесь, каждый раз прощают и отпускают, и каждый раз вы просто называете, и ничего не меняется. Это все следствие вот именно этого слияния чинов, которое, по сути, привело к неким искажениям в нашей нынешней практике. Почему исповедь стала обязательной так часто? История у этого тоже проста. У нас за плечами период синодальный, когда там от Петра I до Николая II в русской православной церкви, это, кстати, русская практика, да, не всей церкви, в русской православной церкви управлял синод. И тогда обязали всех верующих причащаться хотя бы, ну, всех жителей империи, они все верующие, все православные должны быть, хотя бы раз в год, минимум раз в год. И, соответственно, если человек причащается раз в год, то за год-то уж ему исповедоваться нужно. Таким образом, у нас срослась исповедь с причастием. Сегодня много говорится о том, что причащаться нужно часто, соответственно, получается, что чем чаще причастие, тем чаще исповедь, и тем чаще нам приходится повторять одни и те же формулировки, одни и те же слова. В этом смысле, если мы говорим о том, как могло бы быть и как хорошо, если есть в каких-то храмах сегодня, это когда человек приходит на таинство покаяния тогда, когда он ощущает эту внутреннюю потребность. Ну, то есть, либо что-то серьезное произошло, либо он ощущает необходимость беседы с священником, где он что-то ему посоветует. И вот здесь как бы, ну, важно, чтобы вы совпадали с священником в этом смысле, потому что какой-то священник захочет вас только услышать список грехов, и это нормально, потому что очередь большая и в этом смысле исповедь немножко как на конвейере, хотя, опять же, да, согласно даже требнику, к примеру, по которому она совершается, там это таинство совершается над одним человеком, а не над потоком людей. И, соответственно, если человек приходит по потребности, говорит священнику, советуется с ним о чем-то, священник, если, опять же, это община, да, где люди друг друга знают, священник, возможно, что-то ему советует, исходя из своего опыта. И таким образом, да, осуществляется таинство исповеди. А покаяние вот в таком древнем смысле, оно осталось бы для каких-то серьезных проступков и преступлений. Вот, наверное, то, что хотелось сказать о таинстве покаяния в его истории и в его современности. К сожалению, очень быстро, потому что у нас впереди еще куча других таинств сегодня. Но какие-то вопросы по... Вот все-таки, как бы следовало, вот тогда, когда накопилось, или все-таки, как принято, один раз в месяц хотя бы? Как следовало бы правильно? Если мы смотрим на историю церкви, да, и на различные практики других церквей, то скорее правильнее тогда, когда накопится. Ну, там, не реже, не знаю, раза, раза, два раза в год. Ну, отлично. Потому что, да, потому что, понимаете, у нас очень часто есть вот эта проблема даже, что исповедь воспринимается как некий душ перед причастием. Вот мы, пока священник нас на данной молитве не прочитал, мы грязные. Как священник молитву прочитал, все, благодать духа сошла, и мы чистые. Но христианство, оно не про то, что у нас формальные действия какие-то в первую очередь имеют значение, оно про внутренние изменения. И если человек внутренне кается, то Бог его простит. И вот это разрешение священника, оно исторически возникает именно как разрешение войти обратно в общину для тех, кто тяжело согрешил. А если человек осудил или раздразился и чувствует себя в этом виноватым и покается перед Богом, то, ну, по идее, этого покаяния перед Богом уже достаточно. Даже, по-моему, некоторые из святых 19 века, они писали о том, что вот в вечернем правиле есть молитва, где мы называем какие-то грехи свои за день. Они обычно прописаны, но как бы человек волен их сам назвать. И вот то же самое покаяние перед Богом, где мы осознаем, осмысляем свой день, осознаем, в чем были неправы, и тем самым открываем свое сердце Богу. Какая роль у священника на исповеди? Во-первых, во-первых, немножечко именно роль цензора, который может сказать, вот ты настолько сильно согрешил, что ты уже не можешь быть частью церкви. Но это обычно грехи, вот те, которые я назвал, три греха. А вторая роль быть свидетелем любви Божией к человеку, быть свидетелем того, что Бог любит всякого человека вне зависимости от его грехов и прощает и разрешает ему эти грехи. Он вместе с человеком молится об этом прощении грехов и одновременно свидетельствует, что Бог как любовь эти грехи прощает. Вот, собственно, собственно все. Скажите, пожалуйста, правильнее было бы сначала исповедь, потом ты понял бы, что ты к этому покаянию готов, или вот тем не менее все равно надо причаститься, или все-таки причастие как награда? Нет, причастие точно никогда не воспринималось как награда, ну в смысле когда-нибудь воспринималось, но это неправильно, потому что причастие это соединение со Христом, это, если мы говорим в терминах награда, это та награда, которую никогда невозможно заслужить. Иоанн Златоуст об этом много пишет. Нет, я сейчас о том, что вот можно ли просто покаявшись причаститься вроде бы такой вот святыне, да, и тем не менее не покаявшись. А, ну в смысле исповедавшись, но не покаявшись. Я говорю исповедавшись, но не покаявшись, вот я к чему. Ну, в смысле награда за покаяние, вот. Ну, по сути своей, если мы говорим о каких-то повседневных грехах, то тогда они ведь зачастую никогда от нас не уйдут. И тогда получается, что человек никогда не причастится. Поэтому наоборот, здесь причастие это та поддержка, которую Бог дает человеку. И поэтому человек, осознавая в чем-то свою неправоту, все равно подходит к чаше и все равно причащается. А вот если мы говорим о каких-то тяжелых грехах, то там да, там действительно нужно сначала раскаяться, сначала вернуться, сначала осмыслить свою неправоту. Ну, опять же, да, потому что это просто даже опасно для общины, если человек убийца или там... Ну, отречение от веры, это сегодня для нас для общины не опасно. А не знаю, там в Советском Союзе какого-нибудь это было еще опасно. Или в раннехристианском периоде, потому что он может предать общину и привезти туда римских солдат. Давайте перейдем к следующим двум таинствам, к таинству крещения, там... Разные же мнения, и священники же не допускают без исповедения, когда... Или когда повторяется, например, какие-то гречи свои не можешь повторять, да? А ведь, в принципе, это же процесс все равно для человека, это же такой психологический момент, то есть все время что-то осознаешь, на каком-то другом уровне исповедишься, как бы исследуешь себя. Ну, здесь все-таки в чем вот смысл? Как вот тут же... Нельзя подстраиваться только под священием по... То есть, если у тебя есть какое-то... У меня есть свой осознание, какой-то помысел, да? В этом вот именно исповедоваться. Я же иду, просто это и делаю. То есть, как бы, это же не такой анализ должен быть. Ну... Это же такое правило. Меня же не допустят причастию без исповедения. Ну, где как? В некоторых рамах допустят, в некоторых рамах не допустят. Это вообще обязательно жалко? Ну, на самом деле, повторюсь, да, в Русской Превославной Церкви сегодня больше нам скажут, что обязательно. Но это только в Русской Превославной Церкви. И даже сегодня уже есть, по-моему, документы по участию верных евхаристий. И там говорится о том, что если человек причащается регулярно и является членом Церкви, то исповедь перед причастием может быть отменена по согласованию с духовником. Вот на первую неделю поста очень часто так и бывает. Да. И, ну, на самом деле... Ой, поста, простите, светлую седмицу. На светлую седмицу, да. Потому что иначе вообще каждый день просто называть какие-то... А вы знаете, вот что касается, что вы говорите, батюшка, да, там может прийти и очищаться, если ты ему исповедовал, а потом в следующий раз... Нет, вы знаете, я вот, например, все время говорю, что вот не могу отделаться. Сколько вот не исповедую, вот не могу отделаться. Ну, в общем, принимаю это, вы знаете. Ну да, здесь повтор... То есть тут во многом нужно ориентироваться на свое внутреннее вот это вот настроение, но с другой стороны мы понимаем, что... Не знаю, если у нас, к примеру, один храм, а до другого у нас нет сил дойти, то в какой-то мере подстраивается под то, что действительно хочет священник. И хочется, чтобы назвали ему грехи, ну, мы знаем свои грехи, мы их назовем, понимая о том, что, ну, да, это часть нашей внутренней работы, но не прямое обязательство. Ну да, но это про путь, это про исследование, да. Извините, пожалуйста, можно еще последний вопрос? Да, и давайте дальше вопросы на конец. Хорошо. Чтобы... Можно сейчас или потом? Да, давайте сейчас. Это последний. Вы знаете, вот при мне просто это происходило, пришла женщина и сказала, что она вот сейчас в другой церкви, в другой церкви ходит, она была нашей прихожанкой, да, и там у нее духовник сказал, что она имеет право исповедоваться, ну, не знаю, как исповедоваться, а причащаться каждый день. И наш батюшка, в общем-то, ее, так знаете, жестко оговорил и сказал, иди тогда туда, как тебе сказали, где тебе сказали. Ну, она, правда, еще и пришла посреди службы, вот, опоздала. Она, вроде как, стремилась к причастию, не знаю, получив ли при этом исповедь. Ну, в общем, какое-то перед ними произошло вот это вот трение. Вот я и хотела бы знать. Вообще вот то, что можно ли действительно исповедоваться каждый день? Ну... Или хотя бы каждый воскресенье? В этом нет ничего плохого, если человек искренне исповедуется и искренне ощущает в этом потребность. По идее, да, поэтому меня немножко удивила реакция батюшка. Нет ничего плохого в том, что человек исповедуется регулярно, нет ничего плохого в том, что человек исповедуется реже, чем, там, не знаю, раз в месяц. Очень сильно здесь будет зависеть от каждого конкретного человека. Вот когда вы сказали, что да, спасибо. Следующие два таинства, про которые мы поговорим, это очень близкие друг к другу таинства, таинства крещения и миропомазания. Исторически они как раз шли примерно за покаянием, обычно совершались над взрослыми людьми, но, соответственно, в чем суть и разница этих двух таинств? Крещение в греческом языке, баптизмо, погружение, оно описывает по сути своей греческое слово, тот обряд, который происходил, да, некое полное погружение в воду. И крещение это следующий шаг, по идее, за покаянием, да, вот если я, как у нас сейчас за покаянием следует исповедь, так за древним покаянием следовало крещение, как некое действие, означающее истинность и искренность нашего внутреннего покаяния. Получается, что человек, принимая крещение, он говорит о том, что отныне он хочет жить так, как велел Христос, отныне он хочет следовать за ним. И вся символика вокруг этого таинства, она именно с этим и связана, да, погружение в воду и выход из нее, это, с одной стороны, символ омовения, символ чистоты, символ новой жизни, а с другой стороны, это символ смерти и воскресения, потому что человек, погружаясь под воду, жить под водой не может, выходя из воды, он символически воскресает. Соответственно, получается, что, ну, это некое символическое, опять же, да, повторение пути Христа и означение того, что мы и дальше хотим идти за ним, да, в его смерти и воскресении, в его готовности служить этому миру, другим людям и Богу. И после, ну, по сути, именно так осмысляет крещение и Новый Завет, да, все мы крестившиеся во Христа Иисуса, пишет апостол Павел, в смерть его крестились, мы погреблись с ним крещением в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых, слава отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает. А так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Вот основной смысл крещения. При этом важно понимать, да, что крещение это не приобретение какой-то специальной защиты, не приобретение, там, не знаю, каких-то особых свойств, безгрешности и так далее. Это следствие внутреннего поворота, это двери в церковь, да, когда мы проходим эти двери, да, мы в церкви, но это не значит, что мы стали чем-то лучше, чем-то святее, в смысле, чем-то совершеннее. Это начальная точка большого пути, пути христианина. Дополнительный вопрос здесь можно, который тоже часто обсуждают, и очень дискуссионный, относительно крещения младенцев. Крещение младенцев сегодня это самая распространенная практика, в древности, скорее, самая нераспространенная практика. Есть любопытные свидетельства того, что в IV веке, наверное, Григорий Богослов, великий святитель церкви, о котором вы наверняка слышали, он сын епископа, тогда епископы были женатыми, он однажды попал в бурю на море и сокрушался о том, что вот если они сейчас погибнут, то он умрет некрещенным, а при этом он уже изучал богословие, знал все. И, как оказалось бы, наша логичная такая последовательность рассказа, вот буря закончилась, он выжил и пошел и тут же принял крещение. Нет, буря закончилась, он выжил, доучился и принял крещение. То есть крещение воспринималось как именно уже жест зрелого человека, который осмыслил свое место в церкви, свою жизнь и тогда последовал за Христом. Но при этом, скорее всего, в древней церкви существовала так или иначе практика крещения и младенцев, и со временем она распространилась и победила практику крещения взрослых, ну отчасти потому, что все общество христиане, на словах или на делах уж не знаю, но христиане, и поэтому вот с крестьем. Но, конечно, помимо того, что, в принципе, если человека воспитывают дальше в христианской вере, в этом нет ничего криминального и плохого, да, он вырастет христианином, если его воспитывать так. Но есть проблема в том, что зачастую у нас крещение младенцев воспринимается как, чтобы не болел, чтобы традиции соблюсти, потому что все крестят, потому что надо. И в этих случаях, ну по идее, конечно, крещение совершать не должно, потому что оно совершается либо при внутреннем желании человека, либо при искренней причастности к жизни церкви родителей этого человека, которые действительно будут воспитывать его христианином. А в противном же случае оно, ну как бы, имеет, конечно, определенный смысл, но такой чисто символический в том смысле, что, ну как бы, если мы вошли в двери церкви и тут же вышли из них, вряд ли это что изменит в нашей жизни. Поэтому крещение младенцев — это возможная практика, но с определенными нюансами, определенными опасностями в ней мы можем столкнуться. Что касается миропомазания. Вопросы, если какие-то есть, готовьте, да, мы после того, как пройдем таинства, о них поговорим, отвечу на них. Таинство миропомазания. У нас с вами в сегодняшней практике тоже церкви, оно неразрывно связано с таинством крещения, то есть заканчивается таинство крещения, и тут же священник начинает таинство миропомазания. Включим я в следующий слайд. Миропомазание, по-гречески, там, мира — это хрисма, мазь — масло, звездка, что турка, или помазание. И производное от этого слова — Христос, помазанный помазанник. Кого это таинство восходит своими корнями в Ветхий Завет, во многом. Следующий слайд. Кого в Ветхом Завете помазывали. И следующий слайд сразу. Во-первых, священников. Помажь и Аарона, и сыновей его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне. Ну и так далее. Так говорит у нас книга Исхода. Священников. Следующий слайд. «Сказал пророку Илье Господь, пойди обратно свою дорогу и через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирией, а Июя сына наместника, помажь в царя над Израилем, Елисея же сына Сафатова, из Авел Михолы помажь в пророка вместо себя». Ну вы уже поняли сразу, кто будет третьим помазанником, но второй группой, кого помазывали, были пророки. И третья, следующий слайд, это цари. Взял Самуил сосуд с Елеем, вылил на голову его и поцеловал. И сказал, вот Господь помазал тебя в правителя наследия своего в Израиле. И ты будешь царствовать над народом своим. Соответственно, мы с вами видим картину, что в Ветхом Завете помазание – это какой-то чрезвычайно значимый жест, который совершается только над избранными людьми. Как воспринимается помазание в Новом Завете? Следующий слайд. В Новом Завете помазание совершается над всеми христианами. Апостол Павел пишет, «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас, есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Иоанн Богослов пишет, «Вы имеете помазание от святого и знаете все». Тот же Иоанн Богослов пишет вообще удивительные слова. «Помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том и пребывайте». То есть в Новом Завете помазание воспринимается как то, что существует в каждом человеке, и в определенной мере помазание – это наличие Духа Божьего в человеке. И именно поэтому в древности, следующий слайд, есть гипотеза, что в древности изначально мир и помазание было не мир и помазание, а совершалось как возложение рук апостольских или епископских, неким рукоположением. Вот книга Деяний пишет, «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». То есть это было некое рукоположение над христианами с молитвой о принятии Духа. Соотношение с крещением. Мы сказали, что крещение – это некий вход в церковь, некое «да» в адрес Бога. Миропомазание и сошествие Духа – это ответный жест со стороны Бога. Когда Бог в ответ на «да» со стороны человека, входит в человека, присутствует в нем как Дух, и, соответственно, человек становится храмом Духа Святого. И отсюда же раннехристианская мысль о том, что все христиане – это царственное священство, люди, взятые в удел, цари и священники Бога Вышнего. И пророческое служение в древней христианстве тоже было. Но пророчество, оно у нас зачастую понимается как некая весть о будущем только. Но пророчество – это не только и не столько весть о будущем, сколько понимание воли Божией в этом мире. Если человек понимает волю Божию в этом мире, что должно, а что не должно, то он пророчески может сказать, что вот это действие плохое, но иногда действительно там великие пророки проведят и какие-то будущие события. И, соответственно, вот миропомазание – это такое важное таинство, которое подчеркивает достоинство каждого христианина перед Богом. Отныне нет какой-то отдельной касты, которая помазана, а все остальные должны быть под ними. Помазан абсолютно каждый христианин. Дух Божий живет в каждом христианине. И каждый христианин имеет возможность быть рядом с Богом, общаться с Ним. Как я уже упомянул, да, изначально оно совершалось скорее с возложением рук апостольских. Следующий слайд. Как же оно постепенно переходит на привычную уже нам практике? Очень скоро видимым знаком принятия Духа становится помазание миром, а мир – это благовонное масло. Масло с добавлением разных трав, благовоний, которое символизирует собой, ну, благодать Духа Святого, символизирует собой присутствие Духа Святого, да, нечто прекрасное. И вот уже Киприан Карфагенский говорит об особом освещении елея, мира, да, которое используется для этого таинства. Два слайда, пролистни, пожалуйста. Смысл миропомазания, да, как я уже упомянул, во время этого таинства, когда помазывают человеком, говорится, печать дара Духа Святого. И под этими словами подразумевается сошествие духов человека. Ну, по сути, не те специфические дары, которые описаны апостолом Павлом, а именно присутствие Бога в человеке. Потому что, естественно, да, что человек, у которого есть Дух, он не обязательно будет пророком, учителем или проповедником. Дары Духа могут быть разными, но Дух присутствует в каждом. Ну, как я уже сказал, да, покаяние – это встречный шаг Бога к человеку. И два слайда, пролистни, пожалуйста, сразу. Как, чтобы не быть голословным, да, сошлюсь на хороший такой современный ресурс, который православной церковью разрабатывается, православная энциклопедия. Вот как пишет она про суть миропомазанной и связь с крещением. «Миропомазание является видимым знаком дара Святого Духа, сообщаемого крестившемуся. Оно уподобляет христианина Христу, воцаряет в небесном царстве, является печатью защищающей христианина, свидетельствующей о его принадлежности к церкви. Эта печать подтверждает происшедшую с ним перемену и завершает его крещение». Вот в этом смысл этого таинства. При этом во времени эти таинства могут быть разнесены. Крещение может совершаться в один день, миропомазание через сколько-то. В западной, в католической традиции, вообще миропомазание, оно называется конфирмацией, неким подтверждением, и осуществляется спустя 7 лет после крещения. То есть ребенка крестят, и уже когда он подрастет, только миропомазывают. В нашей практике чаще это все соединено, хотя это не догмат, оно может совершаться чуть позже. Исторически миропомазывали епископы, но поскольку епископов мало, народу много, епископы стали просто освещать мира и раздавать его церквям. А уже в церквях священники совершают миропомазание. Но по идее, поскольку у нас как бы епископ, это полнота власти в церкви, то именно епископ исторически помазывает, как тот, кто молится о неспослании Духа Святого на нового члена христианской общины. Вот такая суть двух таинств, крещения и миропомазания. Вопросы предлагаю наконец отложить. Главное не забудьте. Следующие два таинства, про которые мы с вами поговорим. Открой я там новую презентацию. Священство. Следующее таинство, да, это таинство священства. Оно, давайте следующий стайм сразу. Опять про историю слов. Само слово священник восходит в слову, это аналог греческого слова иереус, священнослужитель, жрец, иерей, священник. От иерос, великий, могучий, священный. И как вы думаете, кто в христианстве может наделяться таким термином, таким словом называться? Только один кто-то. Ладно, следующий слайд. Согласно Новому Завету, только один есть иерей у христиан, Иисус Христос, единственный священник, единственный первосвященник, потому что он единственный, кто приносит жертву, в прямом смысле этого слова. Он принес свою собственную кровь, упразднив необходимость всякой другой жертвы. В христианстве нет жертвоприношений, поскольку жертвоприношение упразднено Иисусом Христом. И в этом смысле иереем, то есть буквально переводя, жрецом, может быть только Иисус Христос. Следующий слайд. Также мы уже упомянули, что все христиане в Писании иногда называются священниками. Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты его дел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Здесь можно увидеть пролисть миропомазания, потому что миропомазали как раз священников в Ветхом Завете. Но священство христиан, оно именно про их близость к Богу, про то, что они могут в своем сердце совершать служение Богу. Не в том, что они могут приседательствовать в церковном собрании, что у нас делают священники сейчас. Потому что как раз в нашем таком общем смысле священство тех, кого мы называем священниками, это у них как раз функция приседательства. А священники, христиане, они, вот как здесь пишет апостол Петр, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Чтобы быть с Богом, чтобы совершенствовать себя и возвещать это совершенство всем остальным. Следующий слайд. Вот любопытный момент, что священное писание как раз ни разу не называет христианских пресвитеров священниками. Те, кто у нас в храмах служат, они назывались бы пресвитерами или в других терминологиях епископами. Но уже к IV веку складывается устойчивая традиция наименования епископов и пресвитеров священниками. В чем разница? Разница достаточно большая. Пресвитер — это старейшина, епископ — это надзиратель, надсмотрщик — это некие признаки просто старшинства в собрании христиан. Но у них, у этих слов нет смысла жреческого. А жречество — это всегда нечто особое, некая отделенная каста от простого народа. Потому что жрец — это посредник между человеком и богом или богами. Поэтому, собственно, ни пресвитеров, ни епископов иереями не называют священное писание. Но со временем, ну, вероятно, смысл слова «иерей» перестал восприниматься так жестко. С другой стороны, стали возникать аналогии, параллели между христианскими пресвитерами и ветхозаветным священством. Со временем термин «иерей» стал применяться и по отношению к священникам, к пресвитерам и епископам. Священник — это то же самое, что иерей. Следующий слайд. Причины этого уподобления возможно еще связаны как раз с тем, что именно пресвитер совершает внешнюю сторону евхаристии. Он стоит у престола, он над этими дарами молится, а евхаристия понимается как бескровное жертвоприношение, воспоминание той тайной вечери, на которой совершалась первая евхаристия. И священник в этом смысле как бы он икона Христа, который и есть иерей. Ну и вот возможно, поскольку слово Христа перенеслось на того, кто стоит перед престолом и изображает собой Христа. Но при этом важно понимать, что в христианстве нет представления о том, что священник — это какой-то посредник между Богом и человеком. Нет представления о том, что он выше по сакральному какому-то значению. Нет представления о том, что он... Это не особая каста. Это такой же христианин, у которого свое особое служение. Более сложное в чем-то, более ответственное, потому что ему необходимо отвечать за организацию, собрание, заботиться о душах людей, которые приходят в это собрание, молиться о них, совершать вот эту видимую сторону таинств, евхаристии и так далее. Это... Но как бы служение священника и служение какого-нибудь уборщика в храме для Бога в этом смысле и то, и другое служение равны, потому что и тот, и другой человек осуществляет часть жизни общины, что без одного невозможно осуществить эту жизнь, что без другого невозможно осуществить эту жизнь. Это очень красочно описывает апостол Павел в послании к коринфянам, кажется, у него есть образ, что все мы члены одного тела и не может рука сказать ноге, ты мне не нужна, не может глаз сказать уху, ты мне не нужна, потому что если бы все тело было глаз, чем бы мы слышали и так далее. И вот примерно так же воспринимается и священник, да, иерей или пресвитер. Он в условном смысле первый среди равных. Следующий слайд. В современном священстве принято выделять три ступени диаконы иереи и архиереи. Следующий слайд. Диаконы исторически это ответственные скорее за социальное служение, хотя есть тоже споры разные. И буквально переводится как слуги. Диакон это слуга. И, ну, естественно, что это слово употребляло значительно шире, чем по отношению к конкретному служению. Апостол Павел сам себя называл слугой. Но в любом случае это выделилось в отдельное служение, скорее социальное. Но сегодня диаконы потеряли, по сути, эту функцию, потому что обычно почти всем на приходе занимается священник. Поэтому они остались таким украшением богослужений. Они произносят прошения на их теньях, ведет ряд диалогов с предстоятелем. Но практически, то есть любая литургия, любая часть жизни церкви может спокойно совершиться и без диакона. Поэтому диаконов сегодня так мало. Следующий слайд. Иерей, исторический помощник архиерея, исторический пресс-фитер, да, помощник архиерея, а архиерей исторический руководитель общины. То есть есть небольшое собрание христиан, в нем есть один главный, есть ряд помощников, есть более... Прошу прощения. Есть более широкий ряд помощников. И вот под архиереем Иерей, под ними диакона. И сегодня это самый распространенный чин священнослужителей. Помимо совершения физической стороны таинств, Иерей полностью занимается окормлением общины. Хотя напомню, да, что глобально вся власть внутри общины принадлежит, следующий слайд, архиерею. Потому что он бы исторически был главой общины. И по сути своей сейчас, даже не будучи настоятелем конкретного прихода, он все равно управляет всем внутри своей епархии. Какие-то изменения, не знаю, архитектурные изменения внутри. То есть все, что больше, чем просто собраться и попить чай, и обсудить что-то в священном писании, все требует согласования с архиереем. Ну, как бы где-то больше, где-то меньше. От архиерея зависит. Но вот это глава епархии сегодня, носитель высшей власти внутри церковного собрания, имеющий возможность совершать все виды таинств. Из семи таинств, которые мы с вами упомянули, шесть так или иначе совершает священник, иерей простой, а архиерей, он еще может и рукополагать новых священников. Но самое важное, что нам следует вынести, наверное, из разговора о священстве, что это не провидцы, это не люди, которые обладают какими-то сверхспособностями, и когда вы к ним придете за советом, они дадут вам обязательно самый мудрый совет, который можно. Нет, если этот человек мудрый, он даст мудрый совет. Если этот человек не очень мудрый, он даст не мудрый совет. Потому что благодать священства – это не дар безошибочности, это не дар того, чтобы человек хорошо проповеди говорил. Это поддержка Бога на пути служения, возглавления общины. Наверное, можно эту презентацию закрыть, и пока что без презентации. Хотя откройте следующую, мы, наверное, не будем ее листать, просто скажу в общих чертах. Брак. Таинство брака, следующее таинство, про которое мы сегодня говорим, оно на самом деле достаточно по символике иногда близко к таинству священства, о котором мы говорили. Если священство – это некий пресвитер, когда епископ воспринимается как люди, соединившиеся неразрывно со своей общиной, сегодня это разрывается, но исторически это не разрывалось. Отсюда вождение вокруг престола, священник, когда его руку полагают, и в таинстве брака водят венчающихся вокруг центрального налоя, это некое шествие торжественное. И таинство брака тоже символизирует собой некое неразрывное единение, отношение мужа и жены. Брак, само слово, которое сегодня иронически иногда называется, как то, что хорошее дело браком не назовут, восходит слово к слову брать. То есть процесс, когда мы берем кого-то себе, мужья или жены. И брак, он освящен и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, это что-то очень важное, и при этом в соотношении с монашеством равное, по сути. Это просто два разных пути. Были в церковной истории некоторые люди, которые гнушались браком, и церковь таких людей осудила. Теперь, что касается, вот, пролесни, Никит, наверное, все-таки еще и еще, и еще. Вот. Что касается истории таинства. Как мы с вами говорили, да, у любого таинства, по сути, есть внутренняя сторона и внешняя. Там покаяние и исповедь, ну, крещение, как внутреннее обращение и внешнее погружение в воду, миропомазание, как сошествие Духа Святого и внешнее помазание миром, да, они неразрывны. Так вот, брак, это в каком-то смысле внутренняя сторона таинства венчания, которое сегодня совершается в храмах. Но исторически таинство венчания относительно молодое. В древности не было какого-то отдельного чинопоследования, которым молодых там благословляли бы. Брак совершался по гражданским законам Римской империи и дополнительно, ну, благословлял епископ молодых, и они причащались вместе. Собственно, в этом и заключался весь брак. То есть мы видим, да, что как бы глубинная суть здесь не во внешней форме венчания, а именно в том, что люди ответственно и здраво, да, отрезво подходят к своему решению жить друг с другом и любить друг друга. Следующий слайд. Со временем, да, в 4-7 веках мы видим на самом деле примерно то же самое. Брак по-прежнему заключается через просто согласие мужчины и женщины при свидетелях. Церковь освящает брак своим благословением, но при этом признает действительность браков между христианами, заключенных без ее благословения, просто в гражданском порядке. На самом деле сегодня ровно то же самое, хотя некоторые священники вам скажут, что если не венчанный, то это плохо. Но, конечно, нет. Потому что если люди ответственно подходят к своему решению, да, и заключают союз, то это уже и есть то таинство брака. Следующий слайд. Само венчание распространяется широко в Византии лишь к 9 веку. Представьте себе, да, буквально вот всего лишь половину церковной истории существует таинство, именно обряд венчания. И, ну, со временем оно приходит и на Русь, хотя, по-моему, есть тоже исследование, что и на Руси оно воспринималось изначально как таинство над знатными людьми, потому что, ну, венчание, венцы, короны, а простые люди заключали брак другим способом. Но, правда, я сейчас не могу отвечать за эти слова, потому что эти исследования я читал давно и не помню точно, насколько они достоверны. В любом случае, венчание относительно поздно появляется. И следующие два слайда можно пролистнуть. Да, вот на него. Кто совершает брак? Опять же, да, если мы говорим про единственного совершителя всех таинств, то Иисус Христос тот, кто благословляет этот брак. При этом есть некая вот в этом таинстве, есть некая дискуссия. У нас все-таки благословляет таинство. Священник молится о молодых, но и молодые практически большую часть времени молчат. Их там в начале перед венчанием спрашивают, хотят они вступить или не хотят, и дальше молится один священник. В западной традиции, еще до того, как там произошел вот великий раскол между Востоком и Западом, там сложилась традиция, что совершителями таинства брака воспринимались сами молодые. Ну, что в принципе логично, потому что они решили жить вместе, они этот брак и заключают. А священник, он как свидетель, как представитель общины, который благословляет собравшихся. Но при этом единого ответа здесь не будет. По сути своей, если говорить про брак как таинство, сложно разделять совершителей. Любовь и решение людей – основа события, которое благословляется церковью в лице священника и общины, и Богом благословляется. При этом, кстати, заметьте, церковью в лице священника, но по сути своей практически все таинства древней церкви совершались в присутствии общины. Потому что это не просто, когда дело двоих, это не просто дело троих, включая священника. Это дело всей общины. То есть люди решили жить вместе, они об этом рассказали, они это вместе с общиной отпраздновали, и они – семья. Крещение – абсолютно то же самое. Новый человек входит в общину, почему об этом должен знать только священник? Вся община присутствует на крещении в древности. Поэтому священник в данном случае – это такое лицо общины. И последнее таинство, про которое мы поговорим с вами сегодня, это последняя презентация. Это таинство елеосвящения. Или соборование, да. Таинство елеосвящения. И сразу следующий слайд можно. Русское слово елеосвящение – освящение елеем, елей – масло. Соборование – это другое название таинства, связанное с тем, что оно совершается обычно собором, собранием священников. То есть несколькими священниками над одним человеком. Вот это таинство, оно на самом деле одно из самых далеко стоящих от других таинств. Потому что если все предыдущие таинства, они практически абсолютно необходимы в жизни большинства людей, то таинство елеосвящения и соборования, оно человек может вовсе ни разу в жизни и не принять. То есть это один из таких жестов, в которых не все участвуют. Можно перелеснуть на следующий слайд. Здесь вот важно сказать, почему именно елей и масло используются, в смысле масло используются в процессе этого таинства. Дело в том, что в средиземноморской культуре масло – это лекарство. И помните там притчу о милосердном саморенине, когда саморенин возливает на раны вино и елей, вино и масло. Потому что обеззараживает, обволакивает, защищает от попадания инфекций. И, собственно, масло, оно воспринимается как лекарство в том числе. И поэтому оно и становится основным веществом таинства, которое призвано, воспринимается как таинство лечения. Следующий слайд. Священное Писание говорит нам о том, что ученики Христа многих больных мазали маслом и исцеляли. Внешний знак мазания маслом – исцеление. И вот самая известная цитата. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его илеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Эта цитата, в принципе, рассказывает все, что нужно знать о елеосвящении, потому что именно из нее дальше разовьется это таинство, хотя оно тоже возникнет далеко не сразу. «Если кто болен, пусть призовет пресвитера в церкви». Ну, то есть не придет в церковь, а он настолько болен, что ему нужно призвать пресвитера в церкви, старейшин. «Они помолятся, помажут его илеем, и молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если грехи соделал, болезнь не всегда связана с грехом, но иногда связана. Соответственно, если грехи соделал, простятся ему, ну, естественно, подразумевается, что он еще и покается». И следующий слайд. В древней церкви, в принципе, ходит свидетельство о таинстве. Отсутствуют, существуют лишь молитвы благословения елея, которым, вероятно, как раз и помазывали болящих. Но именно как вот таинство церковное, когда пресвитеры приходят, никаких таких описаний в первые три века нет. Следующий слайд. Первое твердое свидетельство о существовании церковного чина елео-освящения появляется на Западе в послании 416 года Папы Римского Иннокентия I, где святитель Иннокентий утверждает, что помазывать больных освященным елеем могут не только пресвитеры, но и миряне. Елей при этом освящается заранее епископом. То есть, вот это первое свидетельство того, что действительно уже существует практика освящения елея, которая чем-то напоминает нам нынешний мир помазания, когда епископ освящает, пресвитеры помазывают. Но здесь даже миряне могли помазывать. Следующий слайд. Восток. На Востоке первое твердое свидетельство и вовсе в восьмой век. Иоанн Дамаскин о почивших в вере, где говорится, что нужно различать мира и иной елей, помазывающий которым, желая помазать болящего, сначала сам приобщается помазать, а потом помазывает и страдающего. Хотя сегодня священники сами себя не помазывают. Два слайда можно пролистнуть. И вот получается, что и библейские указания, и история показывает, что таинство это нужно болящему, который и в храм прийти не может. Однако, так выходит, что, вероятно, через какие-то общие больницы это таинство постепенно становится не над одним человеком, а над многими. Вероятно, если при каком-то монастыре существовали больницы, в них много болящих, и, соответственно, не обязательно над каждым из них совершать, можно совершить было таинство помазанной елеем над всеми. и, скорее всего, примерно отсюда рождается практика совершения этого таинства сразу над многими людьми. И так активно она распространяется только после Советского Союза. То есть, это такое самое-самое-самое раннее у нас таинство. Вот следующий слайд нам очень хорошо показывает, что, согласно Требнику, чин елеосвящения, то есть, соборование, совершается над одним человеком, а общее же соборование до революции еще даже не воспринималось как таинство. Кем-то воспринималось, кем-то нет. Дореволюционные авторы отличали общее соборование от, собственно, соборования над болящим и не признавали первое таинство в полном смысле слова. В современном же восприятии уже общее соборование воспринимается равным таинством. Мы видим с вами, да, любопытную картину, как вот буквально, буквально недавно меняется эта картина, меняется восприятие соборования. И следующий слайд вот про очень важную мысль. У нас с вами, ну, как бы всегда, должен быть какой-то смысл в действиях, да? Если в древности ты заболел, ты зовешь священников, чтобы они помолились в твоем выздоровлении. Все логично, все осмысленно. То сегодня, когда, ну, и как бы, когда соборание становится общим, возникает вопрос, ну, как бы, получается, ты приходишь на соборование, ты здоров, а для чего тебе нужно соборование? И возникает очень интересная и очень неправильная мысль о прощении забытых грехов. Распространено поверье, да, что прощаются в соборовании забытые грехи. Но в таком случае мы должны утверждать, что если мы приходим на исповедь, какие-то грехи забыли, то Бог нам их не прощает. Потому что Бог, конечно же, ему уже очень важно, чтобы мы назвали все именно. неважно, что мы уже, там, не знаю, лет 10, может быть, этим грехом, к этому греху не возвращались, ничего этого не делаем. Но вот, тем не менее, да, назвать обязательно нужно. И поскольку человек не может все вспомнить, вот нужно прийти на соборование, и там будут прощены эти и забытые грехи. Это, конечно, в корне противоречит и восприятию Бога, как любви, как того, кто прощает всякого обращающегося к нему, и таинству покаяния, к которому человек, обращаясь, принимается Богом. И Бог здесь пристает, как такой компьютер, которому обязательно нужно указать на конкретные какие-то действия, чтобы он их, нажал кнопочку, удалить. Но это очень, очень абсурдно звучит, вы сами это слышите. Грехи прощаются при наличии покаяния, ну, или уже, естественно, при их отсутствии этих грехов. Поэтому прощение забытых грехов в таинстве Елео Священия это, ну, такое абсолютно необъяснимое из богословской системы мысль. Действительно, в таинстве Соборования есть молитва о прощении грехов. Но они связаны не с тем, что там прощаются забытые грехи, а с тем, что болезнь и грех воспринимаются как что-то близко идущее, и человек исторически, над которым совершалось таинство Елео Священия, еще и каялся. Ну, то есть, совершили покаяние, помазали Елеем, вот, помолились о том, чтобы он выздоровел и чтобы грехи у него простились. Вот, вот как бы это причина. Но про забытые грехи это так, ну, весьма, весьма странная мысль, которая пытается наполнить смыслом практику общего Соборования. Но, как мы уже увидели из истории и из смысла этого таинства, оно все-таки в первую очередь про какие-то серьезные случаи, когда человек, ну, или сегодня понятно, что, не знаю, бывает, что болезни какие-то, мы знаем уже, что они серьезные, но можем все еще прийти, не знаю там, условно, рак, не дай бог. Тут можно прийти и на общее левосвящение, это будет оправдано, потому что это болезнь, в которой ты можешь слечь. Но, если это просто там, отговорка есть такая, что мы сегодня все больные, ну, всегда все больные, но, пока мы более-менее здоровы и в силах, мы можем прийти в храм на Евхаристию, на покаяние, и чего, спрашивается, вам не хватает в этих таинствах, чтобы еще дополнять эти таинства о соборовании. К сожалению, опять же, иногда происходит парадоксальная картина, когда на соборование приходит толпу людей, а на Евхаристию, которая является главным таинством церкви, приходит значительно меньше людей. Это, несомненно, искажение церковной практики, а не норма. Вот про таинство, наверное, все. Можно презентацию выключать и проектор тоже. Давайте по вопросам, какие мысли, непонимание вопросов. Мы можем также и приходить, даже если мы не сильно в данный момент. Ну, здесь каждый, да, для себя, для себя может судить по сути своей, потому что всегда сложно распределить, но тут важно отвечать себе на вопрос, ну, для чего я это делаю, потому что если просто потому, что надо, просто потому, что все делают, ну, вы сами понимаете, что ответ или просто на всякий случай, это просто, это ответ не очень весомый. Если у вас есть какой-то внутренний ответ для себя, то, ну, наверное, но в целом все-таки здесь я бы призвал человека, который может приходить в храм, больше обратить внимание там на покаяние, на причастие и вот на эти стороны жизни церкви, потому что елеосвящение, оно все-таки первой очереди больное. как же на крещение тоже, то есть, а вот, Алексей, как там сказал, да, что вот они так вот живут по законам Божьим, то есть, они соблюдают заповеди просто по-человечески, да, вот в этой ситуации меня немножко смущает, когда каждый раз предупреждают, вот принимаю у тебя записочки о здравии, там, о покаянии, а он у вас крещеный, а он у вас крещеный. Мне кажется, что если человек, условно говоря, не хочет быть членом церкви сейчас, то можно не подавать на него записку, а просто своими словами, молиться на литургии. Все-таки, скажем, то, что происходит вокруг записок, мы воспринимаем зачастую записку как просто молитву за человека. И в этом смысле молитва в записке и молитва своими словами, они не имеют большой разницы. Это та же самая молитва. Например, в некоторых храмах есть такое, что просто во время поминок, когда поминает священник, он поминает не очень громко, и все люди тоже не очень громко молятся о своих близких. И в этом смысле молиться действительно можно за любого. Но то, что у нас сейчас в записке, это молитва вокруг чаши. Сейчас я договорю, секунду. И получается, что мы тех людей, которые не хотели быть вокруг этой чаши, ставим вокруг этой чаши, говоря о том, что ты все-таки постой, ну, символически. Они не хотели. За них можно помолиться просто своими словами, чтобы Бог их направил к себе, чтобы Бог им помог, был милостив к ним, а не пытаться их затянуть к чаше таким образом. таким образом. вот в разговоре с вами, когда я сама произнесла вот эта выемка частички, я только сейчас сама поняла. А так мне никак что-то не давалось мне это. Соответственно, у нас с вами мы должны были еще поговорить сегодня про конец мира, но уже не будем, потому что уже много времени. Поэтому про конец мира мы оставим это, наверное, частично на то, что будет в сентябре. На самом деле, опять же, будет, да? Ну, если все нормально, то да. Мы в прошлый раз с вами читали 13 главу Иван для от Марка, и, наверное, основная мысль про конец мира, то, что мы про него знаем значительно меньше, чем мы хотим знать, и все эти попытки сказать о том, что вот это вот конкретный признак, вот смотрите здесь признаки, это все то, к чему Христос говорил, что если скажут вот здесь или там, не верьте. Человек в этом смысле про конец времен мы практически ничего не знаем, мы знаем, что вероятно, что перед концом мира будут какие-то бедствия, какие-то сложности в этом мире, но при этом Христос призывает в первую очередь бодрствовать в настоящем моменте. При этом христианство верит, что будет после конца мира последний суд, как последнее разделение людей, на тех, кто со Христом и не со Христом. При этом этот суд больше, наверное, стоит описывать не в юридических терминах, не как Христос сядет, адвокаты и так далее, хотя оно так описывается тоже. Мне ближе образ, который описан в Евангелии от Иоанна, что суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму, чем свет, потому что дела их были злые. Всякий любящий свет стремится к свету, всякий ненавидящий свет бежит от света. И вот примерно в этом смысле понимается христианами и второе пришествие, конец времен, и рай, и ад, в том числе, жизнь будущего века. Если человек стремился к свету в этом мире, если человек стремился к Богу, то он этого Бога найдет, потому что Бог станет все во всем. Если человек пытался закрыться от всего этого, пытался жить эгоистически, преследовать только свои интересы, то пришествие абсолютной любви, оно будет для него лишь мучительным, как мучительным являются для каких-то людей, которые творят зло, и тогда для них бывает неприятно видеть доброго человека, потому что он их раздражает, он им не нравится. И вот эти состояния, которые мы в себе здесь воспитываем, мы в себе здесь взращиваем, состояние любви к свету, любви к добру, или состояние некого сопротивления им, они просто продолжатся и, скажем, обретут новую меру полноты в связи с тем, что Бог не останется места тени, не останется места, где не было бы Бога. и отсюда будет и наслаждение рая, и страдание ада. Вот, наверное... Хорошо, вот так, а то он еще и апокалипсис. кругом хорошие, все один свет, но это же невозможно, жить нельзя. Хорошая мысль, хороший вопрос, но мне кажется, что это может быть скучно нам, исходя из нашего сегодняшнего взгляда, потому что да, действительно мы понимаем, что мы сегодня понимаем свет благодаря тому, что есть тьма, мы понимаем, что если хорошо после того, как мы хорошо потрудимся и пострадаем, но возможно, да, как бы, во-первых, мы же умрем и воскреснем, как говорит христианство, и, соответственно, наше воскресшее тело будет другим, и, возможно, для нас уже восприниматься это будет по-другому. как мы сейчас понимаем наличие света благодаря тьме, так, может быть, блаженство будущей жизни будет восприниматься блаженством по отношению к нынешней. Не будет восприниматься блаженством, но это просто невозможно. А почему? Потому что нет состояния упадка, нет состояния взлетка. Ну, состояние упадка было, вот оно здесь было. В сравнении с этим прошлым, оно, повторюсь, мы сейчас да, да, именно. Но мы мыслим сейчас абсолютно по нашим земным меркам. И, как бы, здесь, мне кажется, важно эти земные мерки не продлевать на вечность. Потому что, если нам сейчас это невозможно себе представить, я согласен, да, с тем, что сейчас дай нам всем наши золотые условия, мы с самоубийством жизни покончим, как кончают люди, которые там всего добились от скуки. но что будет в будущем, мы гарантировать не можем, но верим в то, что это будет то блаженство, которое, которого человек желает и которое ему не надоест. А если души, это будет благо, да? Да. А вот скажите, Алексей, все-таки, если, вот у меня внутреннее такое понимание, что все-таки христианство, вот, это более, как бы, такая религия, она, ну, так скажем, основополагающая, высшая, так сказать, религия, то есть, это как, получается, ты как бы восхищаешь себя над другими религиями или все-таки это... Ну, как бы, мы все, если мы христиане верим в то, что христианство это истинный путь, да, и... это точно, это точно не надо. Это не существует, да, это точно, а то это уже становится... Ну, где-то компромисс-то все время нужно находить. Мы... История всегда заходит за какие-то и острые моменты возникают. Да, но мы обращены к другим религиям, как проповедь полноты откровения. То есть, христианство верит в то, что полнота откровения, вот, ну, то, о чем мы говорили на протяжении всего курса, да, что Бог есть все во всем, что мы, что Бог близок к нам, да, что мы можем быть друзьями Бога, а не просто его рабами, оно действительно, ну, как бы есть в христианстве. И мы, вот, если мы сами стараемся так жить, то мы тем самым уже и являемся проповедью для других людей и других вер. Но при этом, да, унижать их, естественно, никто не собирается, и, несомненно, какие-то зерна истины есть и там, да, представление о едином Боге объединяет нас с монобилистическими религиями, представление тому, о том, что все не случайно, да, тоже объединяет нас с этими религиями, но при этом важно понимать, да, что здесь определенная граница все-таки есть и, ну, и вот так вот. Ну, а что будет с людьми других религий при конце света? Вот тоже хороший вопрос, да, здесь, это вопрос, на который сломано много копий, и я вам скажу, что одни в нашей церкви скажут, что они все пойдут в ад и сгорят в гиене огненной, там, где будет плач, и скрежет зубов. Есть христианство и надежда на то, что все, абсолютно все люди, они достигнут рая и блаженства с Богом, при этом тут вопрос всегда самый сложный возникает, куда здесь свободу человеческую, если человек в этой земле, на этой земле выбрал путь от Бога, Бог его не может насильно к себе притянуть, но некоторые святые предполагают, что человек все-таки на пути своего изменения и взросления и даже, может быть, после смерти все равно выберет Бога и останется с ним. Конечно, мне ближе второе, и хочется верить в то, что будет так, в то, что у всех все будет хорошо и будет хэппи-эн. Просто кучно, чтобы, если уж действительно Бог выбирается среди христиан, кого-то в рай, кого-то в ад, наверное, и среди них, поскольку я все-таки приверженна из того, что Бог един, что Он вот один, а верим и по-разному. А верим и по-разному. Понимаете? И поэтому я считаю, что и среди них будут выбраны те, не те, кто убивает там, да, где-то, а тот, кто действительно творит добро, вот, кто там в Беслане детей расстреливал, что он точно, будь он там, как он не кричи о себе, сахара во рту сладко не будет. Вот, поэтому уж его вряд ли даст. Ну, вот здесь, мне кажется, ключевой ответ на этот вопрос, что тебе до того, ты следуй за мной. Когда апостол Петр спрашивает про судьбу апостола Иоанна, тот отвечает ему, тебе что до того, ты иди за мной, да, и вот примерно то же самое здесь и про всех остальных, мы не знаем, что будет с ними, да, может быть, даже тот, кто расстреливал детей в Беслане, он тоже будет спасен, потому что он вполне может, мог раскаяться, вполне мог там понять всю глубину своего падения и обратиться к Богу, да, поэтому важно не ждать от Бога мести этим людям. Мне кажется, что он думал, что он это делает для Бога, ну, для своего понимания. Не это ужасно, Не ждать от него, что он раскается, как-то... Может быть, да, но кто знает, да, кто знает. Да. Мы не можем проникнуть в сердце человека. Это может лишь Бог. Поэтому, как бы, есть у нас надежда на то, что Бог все приведет к хорошему финалу, но в первую очередь нам важно думать не об этом, а о том, как нам самим прийти к хорошему финалу. Засим, мы завершаем нашу такую теоретическую часть курса. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok